Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова спорта, а теперь решил заняться только непосредственно бизнесом, уйти из бюджета, и чтобы ничего не мешало, никакие бюрократические препоны, а заниматься только тем, чтобы продвигать именно охотничьи забавы и такой активный отдых, в первую очередь. А у вас самого откуда появился интерес к традициям, к истории и к спорту одновременно? Как у многих увлеченных людей, все это и с детства, в первую очередь спасибо моему отцу Андрею Ременовичу Морозову, который был моим же учителем физкультуры, и я думаю, что он очень многих ребят, кто у него учился, именно зажег спортом, активным отдыхом, были и походы на байдарках, и те же самые метания топоров, и стрельба из лука, естественно, тогда инвентаря не было, и это был самодельный инвентарь, сами делали луки, сами стрелы делали и стреляли. При этом, несмотря на то, что, как вы говорите, вы ушли из политики, между тем, совместно с Рязанским Министерством Молодежной Политики и Спорта вы организовываете целый спортивный турнир по лучным боям. Давайте начнем сначала с того, что такое лучные бои. Это как страйкбол или что-то другое, но только с использованием луков? Да, это игра командная, как пейнтбол, страйкбол, больше, наверное, похожа на пейнтбол, там, потому что играют две команды, используются луки и стрелы с специальными мягкими наконечниками грушевидными, также используются маски, защищающие лицо. И команды играют на площадке в течение пяти минут. Задача каждой команды выбить максимальное количество противников. То есть они друг по другу стреляют. Игра очень динамичная, потому что отсидеться за укрытием невозможно. На начало игры у тебя всего лишь две стрелы, и потом, как только ты их выстрелил, приходится выбежать за стрелами, подобрать их, снова стрелять, уворачиваться. Поэтому довольно-таки интересно. И ребятам сейчас проходит отборочный этап в ноябре в всех учебных заведениях, СУЗах и ВУЗах города Рязани. Мы по ним проезжаем. Ребята очень рады такому новому увлечению, особенно ребята из специальных учебных заведений. Такая универсиада получается, да? Если сейчас идут отборочные этапы, то финал когда пройдет? И что получит победитель, команда победителей? Финал пройдет в начале декабря. Ориентировочная дата – это 5 декабря. Все будет зависеть от того, как будет удобно учебным заведениям и той базе, на которой мы будем проводить финал. Пока заявились о том, что хотят предоставить базу строительный техникум. Им очень понравилась игра. Они были, наверное, одними из первых, кто откликнулся. И то есть мы с первого же ноября, когда начался отборочный этап, приехали к ним. И они сказали, что мы готовы вас принять даже с финалами. Ну, победители получат сертификаты на наши услуги и смогут в зимнее время, эта команда сможет приехать отдохнуть к нам в Семена-Ливинске. Продолжить те же самые игры. Сложно ли научиться стрелять из лука для того, чтобы поучаствовать в такой игре в лучных боях? Что нужно сделать? Вот, допустим, я захотела прийти. Каким образом мне нужно быть подготовленной, к чему готовиться? На самом деле сложного ничего нет, потому что, когда мы приезжаем в учебное заведение, ребята практически никто никогда не держал лук в руках. И первые минут 20 мы учимся, как правильно взять лук в руку, как правильно ложить стрелу, как прицелиться, как выстрелить. То есть инструктаж проходит? Инструктаж, в первую очередь, по технике и по технике безопасности. И потом начинаются игры. И во время игры уже ребята сами чувствуют, как нужно правильно стрелять, потому что если они в игре долго целятся, соответственно, их проще выбить. Если они неправильно прячутся за укрытиями, то же самое, их проще выбить, и игра для них становится немножко короче. Я считаю, что лучный бой – это такая возможность привлечь молодежь в спорт, именно в лучный спорт. То есть изначально вот такой вот азартной игры, а потом уже те ребята… Понятно, что не все. Кому-то нужна только игра, а кому-то хочется дальше развиваться и попадать в яблочко. И как раз те ребята, очень многие интересуются, так как у нас есть федерация стрельбы из лук в Рязани. Интересуются, где можно тренироваться. Я думаю, что после этого турнира будет небольшой прирост ребят в спорте. Еще вот меня интересует, например, в чем отличие стрельбы из лука от стрельбы из арбалета. Вы и те, и другие предоставляете, да, возможности? Стрельба из арбалета – это то же самое практически, как стрельба из любой винтовки, пневматической или огнестрельной. Единственная разница, что по-другому заряжается. А стрельба из лука – это более технически сложный вид спорта, потому что очень много нюансов, от которых зависит, как точно ты будешь стрелять. То есть, начиная от стойки, от того, как ты держишь лук, от того, как ты выпускаешь стрелу, все это очень тонкие такие моменты. Получается, наши предки были очень чуткими и техничными. Ну, конечно, они стреляли с детства, как только ребенок мог растянуть вот эту веточку с веревочкой, они начинали учиться стрелять из лука. А нетравмоопасно это, несмотря на то, что мягкие наконечники у стрел, а бывают ли травмы, боятся ли стоят? Ну, изначально, да, ребята боятся, потому что страшно выстрелить в другого человека. Да, и непонятно, потому что они первый раз пробуют это. Но эти стрелы, они даже синяков не оставляют. Если в страйкболе, в пинтболе при попадании остаются довольно-таки ощутимые синяки, то здесь даже никаких синяков не остается, даже при попадании в лицо, в другие части тела. Спасибо, что пришли к нам в гости. Я думаю, что на турнире еще увидимся обязательно. С вами была программа «Городские встречи». Я прощаюсь до следующих выпусков. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!